Всего один палец нужен, чтобы создать такой портрет. Александр Черников увлекся пластилином месяц назад. И сейчас его фотостудии украшают серия таких работ. Началось все случайно. У меня двойняшки семилетние, они часто лепят. И когда они налепятся, у них остается вот таких вот куча пластилина, которые, кстати, многие родители с этим знакомые его выкидывают. Я его просто взял, поразмазывал. И мне понравилось, как это все в миксе ложится. Сегодня папа и сын Егор лепят вместе. Один из двойняшек увлекся этим не на шутку. Если старшее поколение за такой работой отдыхает, то молодое развивает художественный взгляд и предпринимательские способности. Мой сын говорит, буду продавать, помогать вам. Продал одну картину. Знакомые увидели, я выставлял. Он говорит, ой, сами хотим. Говорю, ну вот, сынок продает. Если серьезно, Александр мастер спорта по самбо, а под дзюдо – кандидат в мастера. В 80-е одевал барнаульскую молодежь и стал закрошиком высшего класса. Тогда в Москве его ждал модельер Вячеслав Зайцев. Но тяжелые 90-е дали о себе знать. Черников взял в руки фотоаппарат и с тех пор работает в этой плоскости. И вот я закончил свою картину из пластилина в стиле фэнтези и назвал эту работу «Эллара». Это луна Юпитера, которая в свою очередь была названа в честь возлюбленной Зевса. Сегодня Александр планирует поездку в Белокуриху. Там его ждут друзья на мастер-класс по картинам из пластилина. Если покрыть такую работу лаком, она легко может вписаться в интерьер. Но автору пока все-таки интереснее сам процесс. Мы еще получаем бонус, потому что у нас массаж пальцев за что-то отвечает указательный, за почки, средний, за печень. То есть еще идет какое-то настроение. Анастасия Наборщикова, Вадим Быстревский. День с толком.